многие из вас знают о таком сериале как непосредственно каха сериал из категории youtube комедии наподобие наркомана павлика и прочего после недавнего выхода обзора на фильм непосредственно каха от bad comedian на автора фильма и сериала обрушился шквал хейта и в этом видео я предлагаю поговорить об этом сразу скажу что я не буду придерживаться чьей-то стороны ведь ролик сделан не срача ради а скорее для оценки социальной стороны вопроса но не будем забегать далеко вперед давайте обо всем по порядку погнали насколько вреден майонез из чего сделаны энергетики чем кормят школах больницах и других местах как определять качество продуктов и от каких продуктов питания и вовсе стоит отказаться а что насчет магазинов в которые ты ходишь каждый день хотел бы узнать о них чуть чуть больше все секреты маркетологов и пищевой промышленности как нас обманывают магазины производители и как порой мы обманываем самих себя все это и многое другое можно узнать на канале продуктолога здесь автор подходит к вопросам потребления сознанием своего дела и детально разбирает каждый продукт который попадает с прилавка в твою корзину и более того если ты хочешь узнать что-то новое о конкретном продукте пиши ему в комментариях и он обязательно посвятит этой теме новое видео лично я уже давно залипаю на этот канал и узнал там много нового и конечно же не устану советовать его вам переходите подписывайтесь и конечно же передавайте автору от меня пламенный жирный привитосик ссылка как всегда в описании сериал непосредственно каха рассказывает о жизни обычных сочинских парней с ярко выраженным кавказским колоритом юмора ради в сериале утрированно абсолютно все начиная от блатных понятий главных героев заканчивая их поведением и манерой речи стоит сказать что юмор в сериале часто бывает довольно черным а сценаристы не жалеют своей извращенной фантазии если говорить коротко в сериале есть несколько основных второстепенных героев у которых мало чего общего единственное что их объединяет это блатные законы по которым они все живут главный герой каха стереотипный кавказец любящий говорить о любви к матери но при этом регулярно проигрывающие ее имущество на ставках каха живет по законам улицы и всячески это демонстрирует как и все стереотипные кавказцы он нам последние деньги покупает дорогие туфли очки и прочие вещи и при каждом удобном случае не забывает рассказывать о том какой он богатый хотя на деле как и у любого бродяги чаще всего его карманы пусты его лучший друг серго смахивающий на деревенского дурачка постоянно попадает в передряги и во всем пытается подражать кахи хотя на самом деле серго не прочей на скете покататься и с неформалами потанцевать но будучи заложником национальной идеи серго вынужден соответствовать блатному кодексу и вести себя как порядочный бродяга музыка самый странный персонаж сериале очевидно что это переодетая девушка но в самом сериале так и не сказано мужчина это или женщина музыка это блатной авторитет разруливающий все хипиши и крышующий все торговые точки в городе каха и серго регулярно обращаются к музыке за помощью и она или он никогда им не отказывает также в сериале регулярно появляются второстепенные персонажи такие как таксист ереван который ввиду своей жадности каждый раз оказывается обманутым его жена в каждой серии рожает нового ребенка из-за чего ереван вынужден браться за любую работу абхазец мент он же пограничник носит погоны но при этом готов застрелить того кто придет к нему с жалобой ведь того кто мусорнулся в сочи не любят даже сами мусора суть каждой серии такова что каха и серго вечных поисках телок и шмали но пути их тернисты и поиски не проходят без приключений сериал собрал себя все стереотипы о жизни в сочи о его жителях и всей блатной романтики к умовстве и напыщенном братании однако помимо тупых утрированных шуток в сериале все-таки есть подтекст и в нем есть над чем подумать каждый герой прост и понятен лишь на первый взгляд однако в каждом из них есть скрытый посыл который может заметить не каждый зритель например каха яркий показатель лицемерия всей блатной молодежи которая любит говорить красноречивые тосты про мать вместо того чтобы помогать этой матери по хозяйству или кричать на каждом углу о дружбе до гроба но при малейшей опасности давать заднюю как говорится на языке героев и многое другое серго же при всей своей наивности и глупости порой говорит довольно толковые вещи это отлично олицетворяет то как дети порой глаголят истину сами того не понимая однако никто его конечно же не воспринимает серьез ведь он местный дурачок персонаж музыки и вовсе на мой взгляд неспроста представляет из себя переодетую женщину возможно автор пытался показать что даже самый блатной крутой авторитет внутри все равно хрупкий и ранимый хотя признаться честно если долго месить говно руками то и из него можно что-нибудь слепить возможно каждый в сериале видит то что он хочет но разве не этим он прекрасен когда вышел обзор фильма от бэт комедиана на канал вывалился шквал хейта и ненависти ведь бэт в присущей ему объективности буквально разобрал фильм на винтике и ткнул в горячую кучу говна каждого кто был причастен к созданию этого кино правда по части какашечного юмора лично я не могу согласиться с женьком ведь кто бы что не говорил о шутке про говно и пердеж были есть и будут лучшим что когда либо придумывал человек не стоит забывать что шутки про говно это чуть ли не первые шутки которые вообще придумывал человек еще на задворках истории да этот юмор примитивен и прост однако нельзя сказать что это не смешно просто сегодня модно выставлять себя интеллектуалом и ценителем высокого искусства и если ты смеешься над пердежом то в лице современного общества ты конечно же тупой в остальном же обзор как по мне правильный он вышел таким каким его ожидал увидеть постоянный зритель канала бэт комедиан уклон на то что фильме нет морали а если она есть то она аморально разумеется правдив и с ним трудно не согласиться однако как по мне глупо было ожидать от создателей такого сериала чего-то шедеврального или особенного я вообще не понимаю зачем нужен был этот фильм если он представляет из себя очередную серию сериала непосредственно каха никакого отличия кроме звука и качество картинки между сериалом и рядовой серии проекта нет и не было если бы этот фильм разделили на 4 части и выпустили в виде серии никто бы даже не заметил подвоха но вот что меня возмутило после выхода обзора на фильм больше всего так это лицемерие и безвольность аудитории не спешите забрасывать камнями я сейчас попытаюсь объяснить до выхода обзора от жени сериал непосредственно каха все любили и с удовольствием смотрели главные герои были растасканы на мемы а у актеров образовалась огромная фан-база и сам фильм кстати все смотрели с удовольствием ждали его премьеры и ходили в кинотеатры и в целом все были счастливы но как только бет выпустил обзор в котором рассказал что фильм учит предательству и ненависти что фильме сцена с пердежом сделано ради самого пердежа а серга рекламирует в инстаграме ставки на спорт все будто бы в миг прозрели и опомнились и вот уже бывшие фанаты сериала непосредственно каха побежали поливать говном авторов сериала и срать в комментариях ненавистными сообщениями самыми мерзкими проклятиями в сторону главных героев такое ощущение что зритель не в состоянии был это увидеть без обзора и способен лишь следовать за своим лидером мнения нет я не выгораживаю сериал я полностью согласен что и сериал и фильм ужасны и посредственны однако меня поразило как быстро миллионы человек моментально переобулись как только им рассказали о том что все это время они смотрели на говно неужели до выхода обзора на фильм никто не видел что в нем есть сцена с говном или отсутствие всякой морали неужели до обзора беда никто не знал что серга рекламирует ставки на спорт или главные герои представляют из себя тех самых моральных уродов выходит что для того чтобы у зрителя сформировалось мнение об увиденном нужно обязательно снять часовой обзор в противном случае он никогда не увидит очевидного я уверен что если бы бед комедиан ради прикола сделал положительный обзор на фильм или сериал никто бы и не стал хейтить продукт а у авторов было бы еще больше преданных фанатов и если бед комедиан встретиться с авторами фильма и побеседовав согласиться что фильм на самом деле не такой плохой шквал ненависти и проклятий тут же прекратится вся эта ситуация отличный показатель того насколько мы лицемерны и глупы и насколько легко изменить наше представление об искусстве до выхода обзора лишь малый процент зрителей хейтили сериал и фильм после выхода обзора его принялись хейтить все кому не лень это говорит о том что современный зритель не в состоянии сформировать собственное мнение об увиденном и это очень печально сам же сериал непосредственно каха хоть и представляет из себя сплошную чернуху и ужасно утрированные образы тем не менее он отлично высмеивает все то чем славятся гипотетические герои я знаете ли сам родом с кубани и поверьте мне такие люди как каха серга или ереван действительно существует и есть люди которые живут по таким же понятиям и ведут себя точно так же как каха сериал непосредственно каха превосходно демонстрирует лицемерие и невежество глупость и абсурдность понятия и законы по которым живут отдельные представители культуры глупо искать в таком абсурдном и примитивном юморе что-то глубокое или интеллектуальное и неудивительно что фильм получился таким же как и сам сериал надеюсь что главную мысль в этом видео я донес я не оправдываю и не порицая фильм непосредственно каха и уж тем более не стремлюсь спорить с кино обзорщиками я лишь хотел сказать что на каждый просмотренный фильм умный зритель всегда в состоянии самостоятельно составить рецензию а кино обзоры стоит смотреть только для того чтобы сравнить насколько твои личные умозаключения отличаются от профессионального критика рано или поздно конфликт завянет сериал непосредственно каха будет и дальше радовать своего зрителя а бэткомедиан будет готовить новые обзоры на более серьезное кино и в целом все будут счастливы а пока что непосредственно каха оказался посредственной какахой и мы все даже представить себе не можем как же восемь лет мы смотрели на похождения двух клоунов из сочи и даже не замечали то что сериал учит нас самому плохому для того чтобы не пропускать новые ролики обязательно подпишись на канал и поставь колокольчик и конечно же не забудь поставить лайк этому видео для меня это очень важно и я заранее тебя за это благодарю не забудьте написать комментариях все что вы думаете по этому поводу и конечно же если вам есть что дополнительно с чем поспорить я буду рад прочитать все что вы напишите тыкай на кружочек справа чтобы подписаться на мой канал и на кружочек слева чтобы подписаться на канал продуктолога ну а сверху ты видишь два интересных видосика которые я также рекомендую посмотреть на этом у меня все спасибо что смотрите жирного увидимся на стриме в выходные пока и